Рабочая поездка губернатора в Братск начинается с визита на муниципальное автотранспортное предприятие. Во время встречи с его работниками глава региона отмечает, необходимо навести порядок в деятельности частных транспортных фирм. Муниципальные же могут рассчитывать на поддержку областного правительства. Сергей Ерошенко осматривает автопарк. За последние пять лет тот обновлен более чем на 70%. Сегодня городской транспорт Братска постепенно переходит на газ. Экономичный, а главное экологически чистый вид топлива. Куриевская ситуация действительно сложная в городе Братска. Мы единственная в стране была принята целевая федеральная программа «Экология города Братска». И в рамках этой программы мы завели газ уже на территорию города Братска. Освоили Братское газо-концентрное месторождение. Затратили миллиарды рублей. Далее по программе встреча со студентами Братского государственного университета. Одного из лучших учебных заведений при Ангаре. Они сами, без всяких каких-то особенных десантов, сформировали престижный ВУЗ, которым гордится Иркутская область. И они дальше двигаются. Есть колледж, то есть техническое образование уже для деток только из школы. Есть преподные площадки для предприятий. Это важно. Сейчас в ВУЗе обучается 8 тысяч студентов. Сергей Рощенко осмотрел аудитории, лаборатории и учебно-исследовательский центр. Также ему продемонстрировали работу мобильной лаборатории экологического мониторинга. Далее глава региона посетил площадку филиала группы «Элим». Главный вопрос, который волнует сотрудников предприятия – это перспективы развития территории. Сергей Рощенко отметил, с приходом газа в Братске начнет развиваться промышленность. Сейчас правительство региона рассматривает возможность размещения в городе фармацевтического и металлургического производства. В Иркутской области, как ни странно, нет предприятий, которые производили предприятие норматуры. А это очень важный элемент строя. И Братск для всех условий для того, чтобы такое современнейшее производство появилось. Наличие газа, наличие инфорструктуры, наличие господистированного рабочего села. Врачи должны быть уверены, что у Иркутской области есть будущее, самое главное, есть будущее в нашем городе Братске. Это и то, что заканчивается строительство детского сада, и то, что продолжается модернизация здравоохранения. И на мой взгляд, как врача, главное, что сегодня кадровый вопрос в медицине будет решен. Потому что все составляющие для решения этого вопроса есть. Открытие новых производств предполагает создание новых рабочих мест, в том числе и для молодых специалистов. Это значит, что выпускники учебных заведений при Ангаре будут оставаться жить и работать в своем регионе. Галина Тюрнева, Новости сейчас.